Всем привет, ребятки! Папа мне давал эту книжку почитать. Как вы думаете, зачем? Ведь это справочник по высшей математике для научных работников и инженеров. Я в нем пока что ничего не понимаю. Папа мне эту книжку дал для того, чтобы проверить, как люди понимают высшую информацию. Да-да, ребята, не удивляйтесь. Сегодня мы с сыном проведем эксперимент и вместе с вами. Я думаю, вам этот эксперимент будет интересным. Я не просто так дал сыну почитать справочник по высшей математике, хотя он достаточно простой, но все-таки он непонятен ученику 4 класса, 10-летнему ребенку. Но эксперимент заключался в следующем. Представляете, если бы мы, допустим, прилетели на какую-нибудь планету, вот мы настолько умные и хорошие земляне, сели в космический корабль, прилетели на планету, а там мы нашли высшие знания, которые, допустим, помогли бы нам левитировать, жить вечно, излечиваться от коронавирусов. Но эти знания написаны специально были инопланетянами, более высшей расой, ну и даже очень доступным языком. Вот справочники, они всегда очень простые, то есть в них излагается все настолько просто, чтобы мог обыкновенный человек понять. И вот мы прилетели на планету, мы, космонавты, Данила и я, и увидели вот такой вот справочник. Но так как мы никогда не учились инопланетному языку, инопланетным наукам, мы решили прочитать что-нибудь из этого справочника, увидеть чертежи гравицап, гравилетов, или же формулы, которые позволяют вечно жить. И оказалось так, что, допустим, даже вот образованный ученик четвертого класса, который хорошо умеет читать, кое-что знает в биологии, знает русский язык, знает буквы, он в этом ничего не поймет. Так же может случиться и с путешественниками во времени. Я провел еще один эксперимент, и этот эксперимент как раз мы и проведем вместе с нами. У меня есть старая вот такая книга. Это песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки. И разгадывать загадки я в своем детстве любил. И сын мой любит разгадывать загадки. Но дело все в том, что здесь загадки старого или старинного быта. И представляете, вот давайте сейчас, мы сделали машину времени и отправились в прошлое. Причем прошлое не такое уж и далекое. И вот в прошлом, чтобы нам не ограничиваться языками, допустим, по-китайски мы не понимаем, по-английски тоже не понимаем, не соображаем букв, не знаем. А вот по-славянски, по-русски, кириллицей мы читать умеем. И что будет, если мы вдруг найдем старые древние знания, заклинания, написанные на кириллице? Сможем мы их понять или нет? Да, вот тут вот адаптированные буквы. Но давайте упростим задачу. Ведь даже кириллицу старую не все могут прочитать. Мы сделаем эту задачу еще более простой. В этой книге буквы нормальные, и слова почти все нормальные. Но вот понятие этих слов, оно довольно тяжелое. И вот я Даниле стал задавать загадки из этой книжки. Поначалу он был очень сильно ошарашен. Я выбирал, конечно, самые простые загадки. Не очень сильно, кстати. Да, не очень сильно простые. И вот давайте сейчас мы представим себя путешественниками во времени, которые нашли очень мудрую книгу на бересте, допустим, написанную, или клинописью на глине. Мы разобрали все буквы. Мы даже прочитали слова. Но сможем ли мы понять заклинания? Заклинания – это, конечно же, в шутку. Загадки. Допустим, это заклинание, которое может нам помочь жить вечно или выздоравливать. Вот давайте одно из этих я заклинаний вам прочитаю. А вы попробуете отгадать. Думаю, что отгадывать загадки вы любите. И заодно мы опять испытаем нашего путешественника во времени Данилу Дмитриевича. Итак, мой дорогой путешественник во времени. Испытываться готов. Задавать буду загадки самые простые. Знаете, что такое быт? Быт – это то, что нас окружает в быту. На кухне. То есть в загадках могут быть загаданы стол, стол. То есть очень простые предметы. Не какие-нибудь дифференциальные интегралы. Или же какие-то там приспособы, о которых вообще никто никогда не знал. А очень простые вещи. И вот давайте сейчас первую загадку, которую Даниле уже давал, вам произнесу. Вы немножечко подумаете, а Данила вам подскажет. «Весь лес ровен, только две ели повыше». А вот тут Данила у нас просел. Оказывается, эту простую загадку я ему когда-то загадывал, но он ее не угадал. Давайте еще раз. Нет, я не загадывал другую загадку. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да, так было. А я хотел испытать именно твои эмоции прямо сейчас. Вот мы нашли заклинание, которое гласит, вот если его прочитать на наши слова, «Весь лес ровен, а две ели повыше». И пока вы думаете над этой загадкой, давайте я все-таки буду немножко более снисходительным для своего сына и задам ему загадку «Без ног, а ходит». Я думаю, эту загадку даже вы отгадаете. Ну-ка. Время. Так. А вы знаете, что у этой загадки «Без ног, а ходит» есть очень много вариантов ответов? Например, еще дождь идет. Так. Еще. Так. Дождь, время идет. И не забывайте, ребята, вот у многих, значит, вот таких надписей, ну, конечно, вот это будет очень сильно выглядеть, но у многих надписей есть разные смыслы. Вот мы с сыном очень легко отгадали загадку про время, которое без ног, а ходит. Но ведь без ног ходит у нас что? Дождь, сын уже сказал, да? А вы видели когда-нибудь ноги у парохода? Я нет. А ведь пароход у нас идет. Вот идет пароход, даже песня поет, да? А паровоза у нас как? Идет паровоз, да? А снег у нас просто падает или все-таки идет? Идет. То есть эта загадка имеет множество вариантов ответов. И если мы вдруг оказались на другой планете в другом времени и даже смогли прочесть вот эти вот символы и иероглифы, и даже знаем их значение, вот представляете, египетские иероглифы, мы их читаем и вроде бы знаем, что они значат, но прочитать весь текст и понять его смысл, это все равно, что отгадать вот ту же самую простенькую загадку из быта, которую я вам только что загадал. Весь лес равен, а только две ели повыше. На самом деле это ведро. Вы скажете, а какое же ведро из леса? А вот тут надо вспомнить, что мы оказывается в прошлом, во времени в далеком, когда ведра делались из чего? Из дерева. Из дерева. И они были из вот таких вот планочек. И все ведро было ровное, а две планочки были повыше, в них были дырочки. Да, совершенно верно. А помнишь ты, сына, загадку про мясную гору? Да, с ней я помучался. Давай, я ее уже знаю наизусть и задам ее вам. Вы немножечко помучаетесь, а Данила вам скажет разгадку. Звучит эта загадка так. Лезу, лезу по железу на мясную гору в деревянную беседу. Ну, слово беседа и беседка, это примерно одно и то же. Можете использовать вместо слова беседа лавочка. Ну, а теперь Данила вам расшифрует, что за мясная гора, железо и беседа. Гора из мяса не такая уж и большая. Это лошадь. Ну, она довольно большая по сравнению с человеком. Ну, и сделана из мяса. Не только из мяса, но в основном из мяса. Вот. По железу. Там вот эти вот стремена, на которые человек карабкался, чтобы на нее сесть, делались из железа. Вот. Человечек лезет по железу в деревянную лавочку. Это седло. Из дерева делалось. Хорошо. Молодец. Ты запомнил разгадку этой загадки. Ну, и давай, наверное, нашим зрителям зададим загадку простенькую, которую они легко отгадают и которую ты очень легко отгадал. Итак, ребята, эта загадка относится к человеку. То есть, мы самые простые загадки загадываем. Смотрите внимательно на себя в зеркало и отгадывайте загадку. Шелков куб, семь дыр вокруг. Шелков клуб, я правильно, наверное, произнес клуб от слова клубок. Шелков клуб, семь дыр вокруг. Вот сына ее сразу практически отгадал. Но дело в том, что у этой загадки есть некоторые подвохи. Некоторые уже более пожилые ребята, вот чем мой сын. У них уже этот шелков куб, скорее, больше похож на бильярдный шар. А уж пересчитать дыры вокруг, я думаю, вы сами сможете с помощью зеркала. Но если вы кому-то загадаете эту загадку, то вы можете проверить. Ну, не просто его интеллектуальные способности. Умности тут нет никакой. А вот эрудицию, да. Ну, и закончим мы, наверное, загадкой, которая будет без отгадки. Вот. Да, очень простая загадка. И думаю, вы ее отгадаете. Рук нет, а строить умеет. Если вы отгадаете, напишите в комментариях. Сына призадумался. Я еще узнаю, смог ли он отгадать. И он вам в комментариях ответит. Смог он отгадать, что же это было такое в древнем русском быту? Рук нет, а строить умеет. Ну, попрощайся со мной. До свидания. Я пошел отгадывать загадку.